Поэтому вот умываться мылом нельзя категорически. Должно быть средство для умывания. Желательно, чтобы написано было для чувствительной кожи. Хозяйственный мыл надо мыть. Или кто-то просто успокаивает. А, женишься, там все пройдет. А мы ждали, когда я буду жениться. Когда же этот ужас пройдет. Как раз-таки наоборот. Мыло – это зло злейшее. А замечаю, очень многие пытаются прякать прыщики волосами. Пчелочка, суда волосы. Это, в принципе, выход визуальный. Да. Значит, раз мы тему начали с окне или прыщей, скажем. Или как еще только они в народе не называют. Откуда вообще они происходят? Я Хуршит Шабкатбекович, директор профиску. И, как вам известно, мы начинаем ряд подкастов с участием родителей учеников частной школы профиску. Вам известно, среди наших родителей есть представители разных профессий. И мы решили отснять ряд подкастов на разные темы с этими представителями разных профессий. И сегодня же у нас в студии находится Светлана Бондаренко. И мы сегодня поговорим с вами о косметологии. Косметология, конечно, для меня чуждая, можно сказать. Я чайник в этом плане. Поэтому Светлана мне поможет лучше понимать и почему она отозвалась. Наверняка у нее есть что сказать, когда речь идет о воспитании детей, да, и что общего между косметологией и детей, да. Пожалуйста, Светлана, представьтесь. Добрый день. Светлана Бондаренко, практикующая косметолог. Хочу первично вам сказать спасибо. Воспитание, то, что дает ваша школа, одно из направлений, то все-таки вы воспитываете такие лидерские качества, чтобы детки могли сами принимать решения, быть уверены в себе. И вот внешний вид в этом играет все-таки достаточно большую роль. Этого вы не будете отрицать. А вот за внешним видом очень часто надо следить. Иногда, точнее, даже не иногда, практически всегда ребенок не может предугадать, будут у него высыпания локальные, не будут, ну, грубо говоря, пыщи будут, не будут, а они все равно сказываются на психоэмоциональном состоянии ребенка. Поэтому ухаживать за своей кожей, что мальчикам, что девочкам, нужно обязательно. В подростковом возрасте это такие базовые процедуры, грубо говоря, правильно умывать, но именно правильное, правильное очищение. На этом в большинстве случаев 80% можно и закончить. 20% это у кого уже высыпание уходит в стадию заболевания, в стадию окна, но тут уже нужно обращаться все-таки к специалисту, в кабинет и так далее, чтобы уже решать на месте. По поводу подростков, с 13 лет нужно родителям очень внимательно следить за тем, как детки ухаживают за своим ребенком. Вообще желательно в идеале лет с 11 потихонечку приучать. У нас вообще у молодежи, у многих взрослых бытует стереотипы, то есть умывайтесь мылом и все будет замечательно. Вот как раз таки наоборот, мыло это зло злейшее. Чем больше будете умываться и тем хуже делается. Вот я себя помню как подросток, я страдал от крючей. Серьезно страдал. В каком плане? Я себя ненавидел. Каждое утро смотрю в зенкало, выдавливаю что-то. И говорят у нас тогда еще дедовские методы там хозяйственным мылом надо мыть. Или кто-то просто успокаивал, а женишься, там все пройдет. А мы ждали там, когда я буду жениться. Когда же этот ужас пройдет? Вот именно об этом я и говорю о стереотипе. Давайте разберемся по мылу. Лицо у нас, кожа, она в норме своя, она подкислена. То есть PH нейтральный лиц. А мыло это щелочь. Когда мы накладываем щелочь на кислотную среду, конечно, побеждает щелочь. То есть вы умылись и мыло, лицо стало сухое. То есть вы не хотите этот жирный блеск, вы умылись, личико стало сухим. Но ваша кожа будет защищаться. И она все равно выровняет и сделает себя такой, какая она должна быть, то есть подкисленная. Как она будет защищаться? Только усиленной выработкой сальных желез. То есть чем больше вы будете подсушивать личико, тем больше вы провоцируете работу сальных желез. Поэтому умываться мылом нельзя категорически. Нужно умываться в подростковом возрасте вообще желательно либо гелями, либо муссами, щадящими с нейтральным PH. Сомневаетесь? Берите для чувствительной кожи. Независимо от того, даже если есть у вас высыпание, даже если есть локальное высыпание. И тут еще один момент. Умываться, почему я все время акцент делаю на том, что умываться правильно надо. То есть вот так, как у нас умываются, это не совсем верно. То есть каждое средство оно должно отработать. То есть нанесли бы умывалку на лицо, нужно подождать минутку-две, чтобы пошла именно эта химическая реакция, которая растворит. С утра это выделение сальных желез, которые за ночь были, вечером это пыль, индустриальную грязь и так далее. Ей нужно дать время. Стоять просто так перед зеркалом и ждать две минуты, когда там это все растворится, как бы скучно. Поэтому я всегда своим пациентам, подросткам рекомендую как? Нанесли умывающее средство, кроме глазок, взяли зубную щетку, взяли пасту и чистите зубки. Пока почистили зубы, умывалка у вас на личике работает. Почистили зубки, вот как раз прошли минутка-полторы, две, умылись, все, у вас личико будет чистым. Стягивать лицо после умывания, стянутость лица, это как раз-таки плохой факт. Что такое стянутость? Стянутость, это когда личико, вот ощущение, что оно вот сухое потянуто. В принципе, детки это и любят, что типа как будто, ну все, жира нет, да? А личико наоборот, оно всегда должно быть увлажнено свое, естественно, да, вот увлажняющее. Поэтому мыло убирать надо сразу. Вот мыло, возьмите любую умывашку, то есть должно быть средство для умывания, желательно, чтобы написано было для чувствительной кожи, даже если у ребенка жирная кожа, даже если у ребенка много высыпаний, даже если у него, грубо говоря, кожа приобретает признаки акне, акне это у нас уже в принципе стадия заболеваний, которые надо лечить. Девочкам, сейчас вот я привожу ребенка своего в школу к вам, замечаю, очень многие пытаются прятать прыщики волосами. Челочка, сюда волосы, это в принципе выход визуальный. Да. Челочку сделали, это хорошо, в школе вы с челочкой пришли домой, сразу разделися в ванну, собрали волосики либо ободком, либо заколочками, либо хвостами, открыли лов, умылись, и чтобы именно ловик был всегда на, грубо говоря, на свежем воздухе. Если уже у ребенка, наверное, это уже все-таки поближе к 14, 15, 16 годам, идут высыпания, и они доставляют неприятности, очень много аптечных мазей, к которым стоит обращаться. Тот же самый примитивный скинорэн, у него действующее вещество азилаиновой кислоты 20%, наносить ее надо точечно. Умылися, нанесли точечно, и до утра выяснили. Давить на самом деле нежелательно. Подождите, на этом месте, значит, подождем, потому что тут уже инструкции профессиональные, да? Давайте немножко назад пойдем. Давайте. раз мы начали с окне или пришли, скажем, или как еще только они в народы не называют, как бы, да? Откуда вообще они происходят? Это абсолютно нормальный процесс. Когда ребенок уходит в пиратный период, становится взрослым, у него очень сильно меняется гормональный фон. И вот это становление гормонов, изменение гормонального фона, оно практически всегда дает визуальные изменения на коже. Кожа – это самый большой орган у человека. Самый. И он такой, как пакмусовая бумажечка. То есть, по большому счету, кожа показывает всегда все, даже элементарно. Давление у человека падает, кожа бельеет. Оно, значит, барометр нашего организма. Ну, грубо говоря. К коже нужно вообще очень внимательно, очень хорошо относиться, и тогда все будет чуднее. Значит, ну, у кого-то они есть, и у кого-то нет, понимаете? Да, да. Я завидовал, например, тем ребятам, у которых вообще нет высыпания. Я вам более скажу, вы никак на это повлиять не могли, потому что это наследственный. И наследственный, если это не обязательно мама, папа, это и бабушка, и дедушка, и прабабушка, и прапрапрапрапра, и так далее. То есть, у кого-то это есть, у кого-то этого нет. Раз, значит, друзья, мы говорим о том, на что мы не сможем повлиять, то есть, когда они вылюблены. Мы сможем повлиять. Да. Наша задача... Корректировать можно. Теперь давайте по очереди, как можно корректировать. Вот именно. То есть, повлиять на самое высыпание как таковое мы не можем. Кто-то предрасположен к этому, кто-то не предрасположен. Но корректировать, то есть, сделать корректное личико, ухоженное, хорошее, которое, где не будет вульгариуса на лице, а личико, да, с подростковым высыпанием, ухоженное, без, грубо говоря, зеленого гну и без запах, это уже очень-очень большой труд. Детки, у которых подростки, которые склонны к этому, им, конечно, придется более тщательно следить за собой, и это будет такая работа. То есть, грубо говоря, пять минут в день, но они будут, они должны уделять внимание своему лицу, уделять внимание своей коже. Детки, которым повезло, и у них нет. Ну, опять же, да, в идеале, чтобы они тоже правильно умывались, потому что процессы всегда идут в одну сторону. Мы взрослеем, потом стареем и так далее. И вот правильный уход, он помогает все эти процессы сделать более корректными, более красивыми, да, и взрослеть, и, грубо говоря, потом уже в глубоком там будущем стареть, красиво и аккуратно. Поэтому умывание, уход за лицом, это вот должно быть, ну, как отче наш. то есть каждый ребёнок утром должен умываться и вечером. По большому счёту, до лет 18-20 при условии нормальной кожи, то есть локальных высыпаний 1, 2, 3, то есть которые не являются проблемой, достаточно просто правильного умывания не мылом. То есть я вот не мылом буду повторять всегда, убирайте мыло, потому что мылом портят лицо, провоцируют вся работа сальных желез, то есть оно подсушивает, делает микротрещины, заходит инфекция. То есть мыло – это зло. Я вот прям плакат готова написать и поверить его. Почему мыло так много тогда? Ну, мыло, помимо… Кожа – это не только лицо. Кожа – это и ниже шеи тоже. Да. Мы сейчас говорим локально просто о лице. Да. То есть кожа – это очень хорошая антисептик… Ой, мыло – это очень хороший антисептик для рук. Шикарно, пользуйтесь. Для тела. Пожалуйста. Не на лицо. Хорошо. Вот мыло, мыло, розень, да, тоже? Основа все равно щелочная. Все равно. Да. Понятно, что там мыло, да, с кремами там или какие там у нас еще есть, они более щадящие. Хозяйственное – это прям максимально агрессивное. Но это все равно основа щелочной. Но, видите ли, реклама… реклама-то гораздо более влиятельная и агрессивная. И когда в 90-х появились первые иностранные мыла, такие четкие рекламы снимали, да, когда идеальная там кожа женщины умывается. И вот создает эталон… Реклама чипсов классно сняты? Очень даже. Очень. Полезная еда? Нет. Нет. А реклама пепси-кола. Снято классно? Да. Полезно? Нет. Вкусно же, да? То есть мы все равно, мы социальные же существа, мы выбираем. Да, мы можем себя побаловать чипсами, да, мы можем себя побаловать пепси. Но вы же не будете своему ребенку пепси давать на завтрак, на обед и на ужин и в дуэте с чипсами, правильно? Вот я о чем. Здесь то же самое. Мыло – это замечательнейший продукт, придуманный человечеством, который практически сделал шаги такие вот и в области гигиены, и в области санитарии. То есть никто не принижает достоинство мыла. Но мыло и лицо, особенно в подростковом возрасте, да в любом возрасте, давайте будем все-таки возьмем за аксиому, что это несовместимые вещи. Тем более сейчас даже по ценовому диапазон взять умывалку в виде геля или в виде мусса можно практически за эти же деньги. То есть в подростковом возрасте не надо брать какие-то суперкрутые, дорогие, профессиональные средства, которые, ну, допустим, я использую, да, там, 44 года. То есть у меня совершенно, ну, другое возрастное средство. В подростковом возрасте обновление кожи идет настолько быстро и настолько хорошо, что оно не нуждается в каких-то накопительных эффектах, которые, ну, допустим, я предъявляю требования для своей косметики. поэтому не надо брать там никаких суперкрутых. Берете обыкновенный масс-маркет, который продается в общем доступе в аптеках, в магазинах специализированных. Берете гель или умывание. В идеале, если вообще будет написано, для подростковой кожи, для юной кожи. Рынок предлагает? Конечно. У нас Узбекистан вот за последние, наверное, лет пять просто открыт для всех брендов. У нас по поводу косметологических средств сейчас очень большой выбор, прям очень. Его нельзя сравнить даже с Узбекистаном 10 лет назад. В этом плане и по ценовому диапазону любой ценовой диапазон, по качеству, по брендам можно взять за абсолютно адекватные, доступные деньги реально нормальную, хорошую умывалку и делать благо своему лицу. Ну, значит, я могу так ли резюмировать, что для подросткового лица или кожи важна чистота и увлажнение. Так как у них кожа очень приспособлена к регенерации, да, вот мы знаем по возрастной физиологии, знаем, что просто так запросто может вылететься, эти трещины уходят быстро, выживляют, да, как бы и так далее. Значит, самые обыкновенные средства, но не мыло. Да, потому что, еще раз повторяю, не мыло, и желательно не покупать умывалки для жирной кожи без консультации специалиста, либо врача-дерматолога, либо косметолога. Значит, давайте название средств тогда, пару средств скажите. На самом деле очень огромный выбор, тут не играет роли как таковой даже бренд. Нет, не бренд. Вы можете взять местный, вы можете взять российский, вы можете взять форма, а умывающее средство, желательно либо для нормальной кожи, либо для чувствительной кожи. Даже если у ребенка, у подростка жирная кожа с высыпаниями, лучше взять для чувствительной кожи и две минутки подержать на лице, чем взять умывающее средство для жирной кожи, либо против черных точек, потому что там есть агрессоры, и они могут также подсушить кожу. Вот уже средства с агрессорами лучше, чтобы все-таки назначал специалист. А если мама хочет сделать хорошо своему ребенку, лучше всего купить умывающее средство для чувствительной кожи, но контролировать, чтобы сама умывалка, само умывающее средство минутку-две находилось на лице, чтобы это не было вот это вот 10-секундное потерли и смыли, чтобы нанесли, почистили зубки, там, еще что-то, то есть или прям поставьте часы, две минутки, пусть ребенок вот с умывалкой, чтобы произошла вот эта необходимая химическая реакция, которая растворит вот этот слой грязный, который есть на лице. То есть здесь именно не надо торопиться, надо делать правильно. Если лобик, очень часто начинается обычно локально лоб. Прям аккуратненько не надо дать ног промываем прям вот так вот хорошо. У меня вот периодически мы снимаем тоже ролики, именно такие наглядные материалы вот с моей дочерью, и она прям вот показывает, как это, что надо делать, потому что вроде бы эта рутинка 3-5 минут занимает, но это как любая потом привычка, потом без нее уже будет даже что-то не хватать, но к этому надо себя приручить, к этому нужно прийти и понимать именно ответственность за свое лицо, потому что родители-то родили деток красивыми, а вот уже сохранить красоту, делать это все, чтобы личико было корректно и аккуратно, это уже все-таки родители могут купить, родители могут принести, поставить ванную, могут объяснить, как, но делать каждый день родители уже не будут, это должен делать еще есть психологическая составляющая, когда у девочки появляется в хорошей, красивой, там, модной упаковке, мощность однозначно, однозначно, оно действует, у него будет мотивация этим пользоваться, это чем, если бы это было просто страшной упаковкой. Ну вот я вам одну вещь скажу, вы знаете, вот из моей практики я скажу, мальчики-подростки более ответственные, чем девочки, более ответственные. У меня такой случай, у меня был пациент, молодой человек, ему 16 лет было, у него была очень такая запущенная стадия окне, мальчик уже намучился, он очень ответственно к этому относился, он приходил ко мне в кабинет, то есть мы проводили определенные процедуры, и дома он должен был делать каждый день определенные вещи, то есть утром вставать, умываться и наносить маску, потому что у него была в обязательном порядке определенная маска, нам нужно было лечить, и когда я ему это объясняла, я говорю, ну вот в 6 часов встаешь, наносишь маску, через 20 минут смываешь, все, и спокойненько идешь на учебу. Ну все, он ушел, проходит недельку, он мне звонит и говорит, все цвет, а можно я не в 6 часов буду маску наносить, а в 7, а то мне потом час ждать, чтобы до школы пойти, вы понимаете, то есть ребенок, я просто так сказала, как пример, то есть встаешь, он будильник ставил, он не шутся, понимаете, то есть мне это вообще без разницы, в 7 он нанесет ее, в 11, в 12, мне главное, чтобы он ее нанес, и вот мальчики, видно, они все-таки, все-таки мужчины у нас в Узбекистане, изначально мужчины идут, вот как-то с детства, они более ответственны, они даже более ответственно относятся к своему лицу, им говоришь омывать, им объясняешь, главное им объяснить логику и принцип действия, то есть не просто сказать, вот нанеси и 2 минуты делай, а для чего, что должно пройти время, что-то растворить, все, они еще плюс 20 секунд подождут, мальчики в этом плане более ответственны, чем девочки, девочки просто красивые и на этом выплывают, поэтому они думают, глазки горят, уже все хорошо, мальчики более ответственны, поэтому мамам мальчиков нужно, наверное, инициативу самим проявлять, потому что мальчики также гуглят, также ищут способы решения своих проблем, а это проблема, и в возрасте, когда, вот как раз вот это становление, когда ты выходишь, там все это воспринимается более остро, более, даже если одноклассники нормально к этому относятся, они сами себя накручивают, да, да, вот, они сами себя накручивают, они начинают гуглить, они начинают искать, они начинают читать какие-то форумы, и не всегда та информация, которая к ним попадает, она полезна, полезна, поэтому если коза у подростка на уровне нескольких, то есть 3, 5, 7 высыпали, это считается нормой, это не нуждается в лечении, но опять же, при условии, если не остаются шрамы, не остаются пятны. Хорошо, вот у меня дети есть, у вас там, у всех у нас дети есть, как мы должны понимать, когда к врачу надо обращаться, к эндокринологу, допустим, когда самим назначать, это, как сказать, если стандартный случай, значит, просто гигиену содержать, да, там, чистоту и влажность, в каких случаях стоит бить тревогу к врачу и к косметологу обращаться, что мальчик, что девочка, не важно. Когда надо обращаться к специалисту, когда есть обширное высыпание, то есть, когда их очень много, это обязательно, когда есть локальное высыпание, и после них остаются шрамы, то есть, рубцевая ткань, после них остаются пятна, то есть, на лице может быть один, один, два, прыщика, грубо говоря, а на лице косморише ощущение, что их штук десять за счет пятен. Вот здесь нужно обязательно обращаться либо к косметологу, либо к врачу-дерматологу, либо к эндокринологу, потому что здесь идет немножко сбивка по работе кожи, то есть, первично, допустим, мы отправляем сдавать на анализ на витамин D, потому что часто это проблема, то есть, вот здесь уже должен работать специалист, если остается рубцевая ткань, если обширное высыпание, если остаются пятна, вот здесь самолечением заниматься нельзя, здесь можно упустить время, здесь можно испортить лицо, именно саму текстуру кожи, которую очень сложно потом будет восстанавливать, а если все на уровне трех-тира-семи высыпаний, которые проходят бесследно, то здесь правильное очищение по большому счету. У меня давно мучает еще один вопрос, в моей жизни был такой случай, младшей моей дочери где-то четыре или пять, по-моему, пять лет было, день рождения, обычно она заранее заказывает, что хочет, да, она сказала, я хочу детскую косметику, я знаю, это в игрушечных магазинах продаются, вот такие красивые, на их взгляд красивые, она знает мою позицию, на отрез нет, мама, конечно, адвокат, ну, папу спроси, да, как бы, я сказал нет, но все-таки я пошел в день ее рождения, магазин, ничего не мог подобрать, и там мне консультант предложила, вот это возьмите, ей обязательно понравится, ну, я вот поддался слабости, взял, принес, она очень радовалась, я такой радостный ее никогда не видел, но очень скоро я пожалел, она там наносила, я думал, она просто поиграть или хотя бы куколки своей как бы красить будет, об этом тоже скажите, вред, это однозначно вред, да нет, во-первых, вам просто респект, что вы дочку порадовали, а для девочки получить косметику, причем свою, красивую, это на самом деле, это как мальчику, наверное, космонавтом стать, понимаете, это, мы подарили ребенку счастье, это классно, во-первых, начнем с того, что у нас же не красится каждый день, ну, красится он там, вначале пока еще глаза горят, недельку, потом все равно забросит, как любой другой ребенок, которому надоест, а если мы уйдем сейчас на косметику, которой пользуются уже все-таки подростки, они не пользуются вот этой детской косметикой, детская косметика, там, по большому счету, она вся, на которой вот, набор маленькой принцессы и так далее, она вся сделана на тальке, абсолютно безопасно, абсолютно безопасная, поэтому это и не косметика, как таковая, это крашеная такая, это, которая особо, а подростки уже, конечно, не пользуются косметикой маленькой принцессы, они уже пользуются более современной, и хорошая косметика, на данный момент декоративная косметика в большинстве своём не несёт никакого вреда. Почему? Даже тональное средство, когда, допустим, я росла, когда был тональный крем-балет, которым нанесёшь, и как грилл, который ещё потом смыть невозможно. То есть это, да, это была очень плотная такая текстура, которая предназначалась больше для какого-то сценического действия. А сейчас производители декоративной косметики, не уходовая декоративная, они практически все работают под эгидой красота – это здоровье. Поэтому тональные средства, румяна, пудра, тени, на данный момент, сказать, что они вредны, нельзя. В большинстве случаев, допустим, даже у профессиональных брендов есть в линейках тональные средства для проблемной кожи. То есть, допустим, у девочки высыпания яркие, локальные, она их хочет скрыть. И вот есть специальные лечебные тональные средства, которыми можно пользоваться. То есть она вроде бы и выравнивает тон лица, маскирует свои высыпания. И при этом еще в течение дня у ней вся кожа под такой лёгонькой защитой. Ну, при условии, что она вечером пришла, конечно, все это сняла правильными средствами, умылась правильно и так далее. Поэтому говорить, что на данный момент, вот на 23-й год, декоративная косметика – это вредно или плохо, нельзя. Более того, в какие-то даже моменты она может быть что-то там даже и полезнее. Хорошо, мы год педагоги, мы немножко динозавры и консервативны в этом плане, в плане того, что призываем девочек не краситься. Теперь уже не лечебный этот, а именно макияж, скажем, да? Потому что мы до сих пор в них видим, допустим, в подростках, видим маленьких девочек, прекрасных. Мы думаем, ну, зачем волосы красит, зачем наносит макияж? Мы думаем, они же и так прекрасные. Вот, что бы вы хотели? Вот понятие красоты как? Это что вообще? Чтобы они понимали? Для меня красота – это здоровая, ухоженная кожа. То есть, а вот замаскировать тональным кремом – это легко, но это не решение проблемы. И это не здоровье. Красота – это прежде всего здоровая, светящаяся, ухоженная, холеная кожа. Но когда человек еще малых лет привыкает к макияжу, и он видит чудо от средства, которые успехно скрывают и подчеркивают выгодные стороны, потом же не вырабатывается такой комплекс неполноценностей, и потом появляется на публике без макияжа, допустим. Ну, это, наверное, уже вопрос больше к психологам. Это уже к следующему родителю, не ко мне. А по поводу именно косметологии, еще раз повторяюсь, для меня красота – это прежде всего здоровье. То есть, ну, не может быть красивый человек с температурой 40, с текущим носом, с кашлем и слезящимся глазами. Это некрасиво. Красиво – это здоровье, это смех, это радость, это улыбка. И вот макияж, он хорош, и он даже, наверное, ценен более при каких-то необходимых. На выступлениях, при каком-то мероприятии, там, на Новый год или еще что-то. На каждый день, и сейчас, наверное, мировая тенденция, на каждый день именно в идеале – это даже есть такое понятие нюдовый макияж, то есть макияж без макияжа. Но если у тебя хорошая кожа, красивая, ты можешь себе позволить умыться, выйти в люди, выйти в ресторан. Это высший пилотаж. Это круче крутого, понимаете? А вот косметологи могут у людей вот этот стереотип менять, именно облудить в них вот это чувство, что если хорошо… А что ты это делаешь? Человек, когда берется за свою кожу, и когда он сам видит изменения, это, знаете, у него внутри, наверное, как такой вот снежный ком нарастает удовольствие от этого, удовольствие от своего внешнего, и того, что утром ты просыпаешься уже красивым, понимаете? Но человек, видите ли, он на себя всегда критично смотрит. Очень полезно, когда влиятельный человек… Нет, ну это вы сейчас про мужчин говорите. Женщины себя хорошо всегда смотрят. Да. Мы себя критично не оцениваем. Мы уже родились красивыми. Так что мы сейчас… Нет, ну понятно, да, что человек каждый раз абсолютно правый. Но вот сейчас вернёмся к самому началу, когда мы говорили, да, что самоуверенность, ту, которую… Уверенность… То есть, опять же, самоуверенность здоровая, да, мы сейчас говорим, когда ты уверен в себе, но ты не мешаешь жить другим. То, что вы воспитываете в детях, да, даже на каких-то дополнительных руках, помимо школы… За что я люблю вашу школу, в принципе. Внешний вид – это очень большая составляющая. И от внешнего вида очень многое зависит в своём внутреннем состоянии. Поэтому уделять внешнему виду надо… Не надо, конечно, быть фанатом, да, и доходить до какого-то там перфекционизма, да, что прям… Что это уже, ну, болезненное состояние. Но обращать на это внимание, относиться к этому серьёзно – это нужно. И вот это начинается именно в внешний вид. Начинается не с крутых джинсов и брендовых кроссовок, а начинается с лица, потому что это самое главное. А уход за лицом начинается с очищения, с умывания. Это уже кремами ухаживать, с сыворотками и так далее. Это уже там в 25, в 30, в 40 и так далее. А вот с 11 лет нужно научиться правильно умываться. Нужно научиться знать, как и что делать. И вот за это просто уже вам отдельно, как родителям, просто респект, что вы эти темы поднимали. Отлично. Значит, вообще-то тема очень большая, как я теперь понимаю. Дорогие друзья, Светлана ведёт очень полезную практику. Она довольно известная в Ташкенте, по крайней мере. И, конечно, свой блог ведёт в Инстаграме. Конечно, мы режиссёра попросим, чтобы здесь указывали. Потому что вопросов, наверное, много будет. Задавайте, возможно, вы лучше матерям объясните, чем мне, чайнику, например. Светлана, спасибо, что пришли. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с вами. Мы ещё несколько тем поднимем. А для этого я только пищу для разрешения уже получил. Спасибо, что пришли. До свидания, друзья. Спасибо, до свидания.